Пшено на 33, картофель на 25%. Специалисты Курганстата констатируют процентный рост цен на продовольственные товары. И тем не менее, стоимость продуктов питания в Зауралье ниже, чем в соседних регионах. У Курганской области наименьшее поднятие цен. Например, Свердловская 5,3%, Челябинская 5,2%, Тюменская тоже 5,3%. У нас ровно 5%. Половина продуктов потребительской корзины не подорожали. Рыбу, маргарин, молоко пока можно купить за те же деньги. За ценами продолжает следить народный контроль. Пенсионеры, просоюзные активисты и молодежь патрулируют торговые точки. Однако нужно подключать и другие силы, считает руководитель проекта Любовь Цветова. Мы сегодня отмечаем проблемы мелких хозяйств, мелких, малых форм хозяйствования. Это фермерских хозяйств, это может быть личных подсобных хозяйств, которые сегодня имеют продовольствие на руках и не знают, как его реализовать. Наладить отношения между производителями и покупателями помогут ярмарки выходного дня. Небольшие рынки планируют открыть во всех микрорайонах Кургана, где сельчане смогут продавать молоко, масло, мясо и овощи. Короткое плечо от товара производителя до рынка – это и удешевление, дешевые продукты непосредственно от товара производителя. Решение об открытии ярмарок должна принять администрация города. Предложения в мэрию и санэпидемстанцию направят в ближайшее время. Сотрудникам Роспотребнадзора рабочая группа планирует предложить и упростить процедуру получения необходимых документов сельскими предпринимателями.